Подтверждается одна из величайших и мощнейших сторон немецкой игры в последние годы. Это великолепный уровень взаимозаменяемости. Колоссальная, просто на уровне Марианской впадины, глубина состава немцев. На каждой позиции есть футболисты, которые могут сыграть не хуже, чем играл предыдущий футболист. Еще одна опасная атака и второй мяч в городе Мексики. Ой, да Горецко! Не будем дальше продолжать пушкинскую фразу. Ну и восьмой номер. Таким образом, уже сейчас лучший бомбардир Кубка Конфедерации. Это его третий мяч на турнире за две минуты. Немецкая сборная забивает два мяча, тем самым поставив мексиканскую сборную в ту позицию, в которой она привыкла находиться на этом турнире. Отыгрываться, догонять, давать сдачи. Но вот к сложности этой задачи сейчас добавляется второй мяч, потому что отыграть один, потом, может быть, пропустить еще и опять отыграть. Это одно дело, а вот отыгрывать два, ну, очень тяжело. Опять проникающая передача, опять разрыв. И снова мы видим, как всплеснул там руками пятнадцатый номер мексиканцев. Эктор Морена, который сегодня появился на поле с капитанской повязкой, он опять оказался без игрока. Он потерял позицию, он не уследил за Горецкой, именно за ним он почти вместе должен следовать из центра поля. Но вот не поймал, не уловил. И Тимо Вернер записывает на свой счет колебую передачу. Одиннадцатый номер. А Горецка.